Итак, всем привет! С вами Александр и мы продолжаем нашу серию уроков. Прежде чем продолжить, я предлагаю, давайте удалим объект из сцены, который у нас создался после запекания скульпинга. Удалим созданный материал при скульпинге. Делаем мы сейчас это для того, чтобы облегчить работу компьютера, потому что я тут попробовал и очень сильно все дело у меня стало зависать. Поэтому освободим сцену временно от всего лишнего. Итак, выберем наш объект, который мы скульпили непосредственно. Теперь давайте перейдем во вкладку BodyPaint UV Edit и сохраним развертку нашей текстуры. Итак, выберем наш объект, нажмем сетка UV, показать UV сетку. И хочу еще раз акцентировать ваше внимание на ошибки, которые имеются в данной развертке, которую создал я. И вследствие чего у нас и были косяки при запекании скульпинга. Вот моя кисть неразложенная, где нет пальцев. Пальцы наслаиваются на общей полигонной кисти. И то же самое произошло вот здесь. Но я это сделал специально, чтобы сэкономить время. И как выяснилось, позже это все дало нам большую ошибку. Поэтому, когда вы будете разрезать, будьте внимательны. Итак, нажимаем файл, новая текстура. Здесь все оставляем по умолчанию. Идем в слой. Нажимаем создать слой UV сетки. Файл. И сохранить текстуру как. Ок. И давайте назовем ее UV. Сохранить. Давайте вернемся во вкладку Sculping. Выберем вот здесь наш первый слой, который называется общий объект. И ребята из Digital Tutors рекомендуют нам опуститься на пятый уровень разбиения или субдевайса. Я рискнул и спустился еще ниже, до третьего. Ждем, пока идет перекеширование. Отлично. Вот теперь идем в Body Paint. Здесь нажимаем вот на эту кнопку. У нас появляется мастер установки Body Paint. Снимаем галочку против симметрии. Нажимаем следующий. Здесь снимаем галочку пересчитать UV. Идем далее. Здесь ставим галки напротив цвета, рельефа и глянца. Снимаем галку автоматизировать расчет интерполяции. Если вы помните, при генерации текстур дисплейсмента во время скульпинга мы устанавливали разрешение текстур 2048. То же самое ставим и здесь. И нажимаем конец. Как только ваш персонаж стал вот такого серого цвета, похожий чем-то на глину, данный менеджер можно закрыть. Итак, теперь вот здесь заходим во вкладку текстура. Текстура. И выбираем материал цвет. Значит здесь у нас уже показана UV карта. Если она у вас не показана, то идем в сетку, показать UV сетку. И у вас отображается данная сетка. Теперь здесь продолжаем. Идем в файл. Открыть текстуру. Выбираем карту с названием околлюзия окружения. Значит вот эти вот три карты нормали, околлюзия окружения и смещение у нас создались во время запекания нашего скульпинга. Итак, выбираем карту околлюзия окружения. Открыть. Теперь стандартными командами CTRL A выделяем все поле. CTRL C копируем. Идем в текстура. Материал цвет. И делаем CTRL V. Вставить. Теперь вот здесь идем в слои. Давайте я немного сдвину. Давайте переименуем вот этот слой в околлюзия окружения. И вот здесь сменим нормаль на умножение. Снова перейдем в вид. Зайдем в цвета. И выберем цвет. Вот здесь вот выбираем инструмент заливки. И заливаем нашего персонажа. Значит, когда будете заливать, вот надо выбирать вот этот инструмент заливки. И он у вас зальется весь. Ну что ж, отлично. В следующем уроке мы продолжим с вами работу с бодипейнтом. С вами был Александр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok